Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. Война идет на Ближнем Востоке, у тех, кто наблюдает за ситуацией, ощущение, будто смотришь фильм ужаса. Только фильм можно остановить, нажал кнопку, и экран потух, а там ничего не останавливается. Что мы знаем на сегодня? Армия обороны Израиля проводит контртеррористическую операцию, и все ждут, когда наступит фаза наземной операции, то есть когда израильские войска войдут на территорию сектора газа. Очень многие недоумевают, почему Израиль так жестко проводит эту операцию. Но правительство Израиля на это отвечает, что трудно представить себе правительство, которое позволило бы, чтобы какие-то бандиты, террористы проникли на территорию государства, убивали бы там людей и ушли безнаказанными. Ну, если бы тех боевиков, которые пересекли границу, которые убивали женщин, детей, пожилых людей, посадили бы на скамью подсудимых на территории сектора газа, или выдали бы Израилю для суда, но этих людей там приветствуют как героев, поэтому, говорит правительство Израиля, у нас не остается никакого другого выбора. В общем, многие в Европе недоумевают, почему такой жесткий ответ. Ну, это, наверное, потому что, кто интересуется этим регионом, понимает, Ближний Восток – это не Европа. На Ближнем Востоке существуют другие правила, и люди не стесняются выражения, говорят, так, живешь среди волков, надо поволчевыть. Но кто следит за территорией региона, знает, что там с боевиками такого рода действительно расправляются очень жестко. Ну, вот кто помнит, в Сирии еще при прежнем президенте, при отце Башара Асада, при Хафизе Асаде, исламские радикалы восстали в городе Хама. Это были братья-мусульмане, террористическая организация, которая запрещена и у нас в России. Они там восстали, и Хафиз Асад отправил туда и части специального назначения, и армейские подразделения, и это восстание просто закатали в асфальт. И никого это, честно говоря, не удивило. Из последних жестких операций в городских условиях, ну, кто следит, тот помнит, это была операция в иракском городе Масули. Это произошло, когда на территории Ирака и Сирии сформировалась такая террористическая организация, исламское государство, запрещенное в нашей стране, и в нашей стране признана террористическая организация. Эти люди вознамерились создать исламский халифат по всему миру и стали захватывать обширные территории и создали довольно мощную террористическую организацию. Вот на территории Ирака и Сирии, на территории Сирии с ними боролись правительственные войска при поддержке российской армии, в основном, с воздуха, а на территории Ирака тоже была довольно мощная коалиция, в которую вошлись какие-то иранцы, которые сражались против ИГИЛа и Соединенные Штаты. Так вот, город Масул, это второй по значению город, в Ираке стал стабом, центром вот этого движения сторонников халифата. Город атаковали, там только чисто военная операция продолжалась больше полгода, а всего, по-моему, месяцев девять ушло на освобождение города. То есть, чудовищными, конечно, потерями, но я помню, что тогда никто этому не удивлялся, потому что, а какой еще был способ уничтожить террористов, которые угрожали безопасности двух государств. Но вот сейчас об этом вспоминают в Израиле, говорят, что у нас другого выбора нет. Операция наземная, сколько может продолжаться? Ну вот, Эхуд Барак, который был не только премьер-министром Израиля, но и всю жизнь прослужил в вооруженных силах, сказал, что, по его мнению, дней за десять можно будет взять под контроль сектор газа, а так, наверное, это растянется не на один месяц. Естественно, такая операция. В густонаселенном городе, а сектор газа – одно из самых густонаселенных мест на Земле, конечно, повлечет за собой множество жертв, в том числе гражданского населения. Это и породило, конечно же, страстное стремление множества людей что-то сделать, чтобы спасти невинных людей, которые не должны страдать. Надо сказать, что руководители Хамаса сделали все, чтобы полностью испоганить жизнь своих соотечественников, там много уже погибших, это миллион людей бросили дома, чтобы не оказаться на поле боя, и это всего лишь начало. Многие задаются вопросом, а не расползется ли этот конфликт, а не включится ли в него и другие силы. И многие при этом обращают внимание на позицию шиитской боевой организации Хизбалла на территории Ливан. Ливан – это такое государство, в котором живут представители различных конфессий. Там и христиане марониты есть, там есть мусульмане суниты, мусульмане шииты. И когда-то Иран объединил, и там создаются довольно мощные, в том числе в военном отношении, организации Хизбалла. И многие говорят, что Хизбалла, если операция в секторе Газа затянется, тоже вступят в дело, и тогда эта война приобретет уже более масштабный характер. А кто-то говорит, что в нее втянется Иран, потому что Иран помогает всем шиитам на земле, в том числе покровительствует организации Хизбалла. Военные специалисты говорят, что, судя по всему, именно из-за этого в Средиземноморье переброшен второй американский авианосец. Это средство предупредить Хизбаллу, что ей не нужно ни в коем случае участвовать в этом военном конфликте. Многие говорят, что Израиль действует слишком жестко. Военные специалисты напоминают, что такая операция контртеррористическая Израилем уже проводилась. Если кто помнит, Хизбалла как раз убила троих, боевики Хизбаллы убили троих израильских солдат, двух взяли в плен. Ответом стала такая мощная контртеррористическая операция, что глава Хизбаллы в интервью откровенно сказал, что если бы он знал, что ответ будет таким, он бы никогда эту операцию не проводил. Видимо, руководители Израиля намерены повторить этот опыт, провести такую операцию, чтобы больше у руководителей Хамас не возникало желания устраивать подобные террористические акты. Тем не менее, все равно у всех возникает вопрос, ну а что дальше будет? Ну, предположим, провели эту боевую операцию, нашли всех террористов, кого взяли в плен, там кого уничтожили, уничтожили всю инфраструктуру террора. А что потом? Что потом? Потом все равно израильские войска покинут сектор газа, и там все возобновится. Тут я внимательно сейчас читаю статьи коллег, которые много времени провели на Ближнем Востоке. Я обратил внимание на публикацию одного ближневосточного корреспондента, который описывает свои разговоры с палестинскими подростками некоторое время назад, еще до этих событий. Он беседовал с ними об отношениях к Израилю, и об ракетных обстрелах Израиля. В частности, спросил, говорит, ну, а вот ракеты-то ваши попадают по мирному населению в Израиле, это хорошо. Ему подростки, подростки, школьники, говорят, да, конечно, конечно, они же все враги. Ну, хорошо, говорит он, а там вот попадает по девочкам ваша ракета. Ну, и что говорят ему палестинские дети? Девочки у них тоже служат в армии обороны Израиля, они тоже враги, значит, их нужно тоже уничтожать. Что делать потом? Каким образом все равно там налаживать жизнь? На сей счет, существуют сейчас разные предположения. Конечно же, мы с вами говорили в прошлый раз, что вмешательство большой тройки Соединенных Штатов, России и Китая могло бы изменить ситуацию. Я обратил внимание, что президент Путин, когда был в Бишкеке, сказал, что поскольку у России давние отношения и с Израилем, и с палестинской автономией, то Россия готова быть посредником. Американский государственный секретарь Блинкин, который руководит внешней политикой, поехал на Ближний Восток, сначала имелось в виду, что он побывает только в Израиле и в Иордане, он объехал и все соседние арабские страны. На Ближний Восток отправляется специальный представитель Китая по Ближневосточному регулированию. Но это пока все только на таком уровне. Более интересными представляют собой разговоры о возможности участия в Ближневосточных делах вот в этом регулировании с Саудовской Аравией. Ну, что действительно делать потом, ну, после военной операции? Вообще говоря, у палестинской автономии есть законное руководство. Это руководитель палестинской автономии выгодит с президентом Махмудом Аббасом, потому что сектор газа, это часть палестинской автономии, просто в секторе газа хамасовцы выбили представителей палестинской автономии, кого убили, кого просто изгнали, убили довольно многих, и взяли власть. То есть они с точки зрения руководства палестинской автономии, вообще говоря, узурпаторы и сепаратисты. Вот речь идет о том, чтобы вернуть власть палестинской автономии и над сектором газа. Другое дело, что руководители палестинской автономии не пользуются, мягко говоря, большим авторитетом Махмуд, мало того, что Махмуду Аббасу довольно много лет, он давно не проводит выборы, видимо, опасаясь, что эти выборы ему не выиграть. И там не видно лидера, который взял бы на себя ответственность за будущее этой страны. Что делать? Вот когда-то антиколониальная борьба в Индии сделала лидером Махатму Ганди, антиколониальная, так сказать, борьба против апаратеидов в Южной Африке выдана Нельсона Манделова, а вот в палестинской автономии фигуры масштабные, столь же масштабные, столь же ответственные, пока не видятся. Поэтому возникает вопрос, что вот участие действительно важных, стратегически важных арабских стран может изменить будущее. Саудовская Аравия рисуется кандидатом номер один. Мы недооцениваем Саудовскую Аравию, потому что не очень внимательно следим за ней. Это государство, которое прошло большой путь. С момента, как там обнаружили нефть, она проделала большой политический путь. Все это было такое, государство удержалось обособленно, когда, кстати говоря, глава Саудовской Аравии перед Второй мировой войной заключил дипломатические отношения, устроил дипломатические отношения с нацистской Германией, потом, видя, как страна антигитлеровской коалиции крушать нацистскую Германию, отношения прервал, попросил аудиенции у американского президента Франклина Делану Рузвельта, когда он возвращался из Ялты домой и получил эту аудиенцию на корабле, на котором плыл Рузвельт, продемонстрировал свою лояльность и обещал бесперебойные поставки нефти Соединенным Штатам и сказал, что попросил американского президента во что бы то ни стало не создавать еврейское государство на Ближнем Востоке. И надо сказать, что Франклин Делану Рузвельт, который был большим прагматиком, прислушался к позиции Саудовского короля, потому что больше всего тогда Соединенные Штаты нуждались в бесперебойных поставках нефти. Я думаю, что если бы Франклин Делану Рузвельт не ушел в мир иной в 1945 году, а, скажем, оставался бы президентом в 1948 году, а срок его все еще был бы президентский, а то на голосовании в Генеральной Ассамблее он, когда решался вопрос о разделе Палестины о создании там двух государств, Соединенные Штаты могли бы проголосовать против и действительно еврейское государство бы в Палестине не появилось. Ну, Франклин Делану Рузвельт ушел в мир иной, а Гаррет Трумэн был человеком другого свойства, был очень набожным, для него Библия имела колоссальное значение, он был таким действительно очень набожным человеком и создание еврейского государства в Палестине он воспринимал как исполнение божественных начертаний. Но Саудовская Аравия проделала колоссальный путь за последние годы во главе с нынешним наследственным принцем. К нему относятся, конечно, по-разному, на него возлагают ответственность за убийство саудовского журналиста Хашоги, который пришел в Саудовское консульство на территории Турции и не вышел оттуда. Турецкие следственные органы потом опубликовали аудиозапись. Странно, что судитам в голову не приходило, что турецкая контрразведка озвучит все помещения и из-за этого разговора следовало, что его там убили. Это охладело отношение к саудовскому принцу, но все, кто внимательно следят за тем, что там происходит, видят, что он действительно меняет страну. Страна, которая жила только за счет поставок нефти, миру преображается. Он намерен создать полноценную экономику, не зависящую только лишь от экспорта нефти. Там много меняется и в положении женщин, и вообще в духовной жизни. И он намерен, саудовский принц, намерен сделать Саудовскую Аравию государством номер один в регионе. Поэтому он крайне не заинтересован в военных действиях. Поэтому Саудовская Аравия и вела переговоры с Израилем об установлении дипломатических отношений. Потому что меньше всего арабским странам нужны боевые действия. Менее всего им нужна боевая операция, проведенная Хамасом, после чего последовала вспышка боевых действий. Им нужны совершенно другие отношения. И вот мысль о том, что Саудовская Аравия возьмет на себя проведение такой миротворческой операции, восстановление нормальной жизни, она многим кажется перспективной. Есть ли возможность договориться с палестинской автономией, не Израилем? Конечно, она была. После образования палестинской автономии план создания полноценного государства палестинских арабов ведь разрабатывался. И вот Эхода Барака мы с вами вспомнили. Он, когда был премьер-министром, он при посредстве американцев предложил тогдашнему руководителю автономии Ясю Рарафану план раздела территории, проведения границы, делимитации границ, после чего палестинская автономия существовала бы уже как абсолютно самостоятельное и полноценное государство. Там мы с вами об этом не раз говорили. Есть проблемы связанные с территорией. Эхуд Барак был готов на максимальный компромисс. Он говорил, хорошо, если я у вас здесь забираю метр, я вам здесь отдаю метр. Вопрос в том, что мы идем на взаимный компромисс, который не нравится ни тем, ни другим. Но если компромисс не нравится обеим сторонам, значит он точный. Ясю Рарафат тогда не ответил ни да, ни нет, потому что ему не хотелось втягиваться в опасную историю, потом он ушел в мир иной, а дальше палестинская автономия была разделена на две части и в секторе газа взяли хамасовцы, которые в принципе не признают Израиля, не признают еврейского государства, не намерены вести с ним переговоры, а хотят только, чтобы оно было уничтожено. Если власть Хамаса над сектором газа закончится, если вся власть вернется к палестинской автономии, то явно могут возобновиться все эти переговоры на основе тех схем, которые уже были разработаны. На что еще надо обратить внимание? На то, что арабские страны действительно хотят скорейшего окончания этого конфликта возвращения к нормальной жизни. Демонстрации в поддержку Хизбаллы проходят в Европе и в Северной Америке. И по картинке видно, что в этих демонстрациях участвуют люди, которые недавно перебрались в эти страны, неплохо там устроились, но им страшно не нравится то, что они вокруг себя видят. Возможно, два последствия. Первое, появление там инфраструктуры террора, которая будет подавлена, и второе, резкое усиление антиэмигрантских настроений. Потому что, когда местные жители видят этих людей, которые выходят на улицу, то первое, что страстное желание, которое у них просыпается, это проголосовать за те партии, которые требуют перекрыть всякий доступ мигрантов в страну и избавиться от тех, кто приехал. Те настроения и так очень сильны в Европе и в Северной Америке. Сейчас, после этих демонстраций, они явно усилились. Хотя, впрочем, предостаточно людей, которые сейчас публично выражают свою ненависть к Израилю, к евреям, антисемитизм не только никуда не делся, но и процветает. А я вспомнил слова президента Путина, сказанные несколько лет назад относительно польского посла в нацистской Германии Липского о том, что антисемит это сволочь и свинья. И более точной формулировки я не слышал. Ну, а все нормальные люди, конечно, крайне заинтересованы в том, чтобы ближневосточный конфликт не перерос в масштабную войну, в которую могут втянуться совершенно другие государства. Это пороховая бочка, на которой мы сидим. Нужно сделать все, чтобы этот взрыв не произошел. Во всяком случае, история предупреждает именно об этом. Если вам интересно, то ставьте лайк под этим видео, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал в YouTube.